Флайборд, адреналиновая смесь сноуборда, парашюта, реактивного пояса. Нечто подобное каждый из нас видел только в фантастических фильмах. А теперь этот новый вид экстремального спорта доступен всем. А в Кыргызстане это увлечение существует уже четвертый год. Маленькому Артему всего 9 лет. Но есть своя экипировка, специальная одежда и обувь. Несмотря на возраст он не боится и умело управляет этим экстремальным устройством. Папа посадил в ботинки и я, ну, меня папа сначала за руку взял чуть-чуть подержать, а потом меня отпустил и я полетел. Ну, падал несколько раз, потом встал. Потом я взлетел где-то на 2 метра и стоял-стоял, пока что мне не сказали, пора на берег. Мать, как жена, переживаю за своих ребят, потому что каждая высота, которая поднимается, а не вверх, я переживаю. Потому что я думаю, вдруг, да, бывают же всякие случаи, что вдруг он взлетит не так, упадет. Вот. Но Артем уже летает второй год, у него высота набирается все выше и выше. И для меня каждый раз захватывает дух, когда он его поднимает выше и выше. Устройство монтируется на любой мощный мотор гидроцикла, соединяется с ним длинным гибким шлангом, который подает струю воды к водометным ботинкам. Конструкция позволяет взлетать над поверхностью воды на высоту до 9 метров, кувыркаться в воздухе и плыть сквозь волны, как дельфин. Флайборд дает шикарную возможность выполнять различные гимнастические и акробатические трюки. Учитывая огромное количество лошадиных сил, доступные современным гидроциклам, флайборд победно шествует по всему миру, завоевывая сердца поклонников экстремальных и зрелищных видов спорта. И становится по-настоящему экстравагантным и потрясающим способом отдохнуть и разогнать по венам адреналин. Мы минут 10 ведем наземную подготовку, то есть обучаем человека общим правилам, что можно делать, что нельзя. И потом уже непосредственно в воде, инструктор находится на гидроцикле, он регулирует напор воды и уже по ходу дела подсказывает человеку, что он делает не так, что нужно сделать. В принципе встать на флайборд очень просто. Средний человек встает на флайборд где-то за 7-10 минут. То есть по истечении этого времени средний человек может встать и немножко уже управлять. То есть просто встать и летать влево, летать вправо, вперед, назад в принципе не сложно. Даже легче, чем на лыжах или на сноуборде. Ну что ж, я тоже решила покататься на этом флайборде. Меня специально надели вот такую вот одежду, дали каску. И теперь помогут встать на нем? Признаюсь честно, я особо не люблю воду. Вода всегда вызывает во мне необъяснимый страх. Покататься на флайборде я решила из любопытства. Ух, вода! Я думала она холодная, но она теплая. Какая приятная, освежающая вода. Но отмечу, устройство на ногах тяжелое. Краем уха слышу звуки мотора. Так смешно, я не могу повернуться и встать на ноги. Какая же я неповоротливая. С первых минут становится ясно, что с этим устройством я не справлюсь. В общем, друзья, что я могу сказать из личного опыта? Адреналин выше крыши. Если у вас накопилось много негатива, поверьте, все выйдет из вас. И вы сойдете на берег абсолютно новым человеком. Такого экстрима у меня никогда не было. Важно отметить, что это изобретение абсолютно безопасно. Внутри труб давление развивается не очень большое. Около семи атмосфер. Поэтому не стоит бояться ни возможности взрыва, ни уж тем более ожогов. Обычные реактивные пояса этим похвастаться, к сожалению, не могут. Даже в случае аварии все, что грозит пилоту – падение в воду. Причем стоит отметить, что сам набор является весьма плавучим. И не будет мешать, а наоборот, поможет пилоту удержаться на воде. За всю нашу практику мы научили летать более, не знаю, тысячи людей. Из них не получается летать только у тех, кто панически боится воды. Бывают такие люди, к сожалению. Они просто, заносишь их в воду, они начинают просто кричать «помогите, спасите, тону». Хотя на самом деле сама доска плавает, плюс человек одет в спасательный жилет, который тоже плавает. Я всегда говорю, ничего не делай, просто лежи, ты тонешь? Нет. А что ты кричишь? Говорю. Некоторые просто их ложишь в воду, начинают грести, плыть, барахтать. Я говорю, ничего не делай, просто в руки разные стороны и лежи. Тонешь? Нет. Ну и все, не кричи, все нормально. Если что, ты утонуть невозможно на этой штуковине. В принципе, невозможно. Единственный риск – это столкнуться с гидроциклом, но для этого и инструктор. Инструктор, если катающийся приближается на расстояние более двух метров к инструктору, инструктор его плавно опускает в воду. Несмотря на то, что этот новый вид спорта только завоевывает сердца любителей экстремальных развлечений, многие люди уже успели достичь определенных успехов в освоении этой машины. Более того, уже появилось много экстремалов, которые хотят соревноваться, доказывать свое превосходство в мастерстве и заслужить право именоваться лучшими в этом виде спорта. И есть люди, которые регулярно приезжают, занимаются. Есть люди, которые приезжают на пять дней, например, когда мы живем на Иссыкуле, приезжают на пять дней, и пять дней живут, катаются, тренируются. Потому что также по этому виду спорта проводятся соревнования. Поэтому то же самое, как и в любом виде спорта, нужно готовиться, тренироваться, учиться. Айсула Санбекова, Телек Кычан, ОУЛУ, студия «Замана».